Ну тут такой, скажем, комплекс вопросов. И Олимпиада, и антигейский закон. Ну я считаю, что, конечно, он сырой, как и многие законы, которые, к сожалению, принимаются у нас в Государственной Думе. И может быть не то, что сырой, может быть даже, по-своему, даже и вредный, поскольку он недоработан, он непродуман. И, конечно, если говорить о бойкоте Сочи, вообще, знаете, это такая тема, конечно, те свободы, которые существуют на Западе, связанные с геями и лесбиянками, там, скажем так, абсолютная свобода, то, чего нет в России. Ну, может быть, знаете, Россия такая своеобразная страна, может быть, где какие-то моменты, связанные с моралью, да, с какими-то нравственными устоями, намного крепче, чем на Западе и в Америке. Очень-очень сложно. Наши либералы, я сам в какой-то части, да, вот, понимаю их, но они хотят предоставить полную свободу. Но это ужасно. И не дай бог, чтобы у нас в России, в Москве, как говорят многие туристы, которые приезжают из Канады, когда ты идешь по столице Канады, да в любом городе Канады. Да вот я беру просто конкретно. Да я думаю, это в Америке, в любой стране, и два красивых молодых мужика стоят, целуются в засос. Понимаете, я бы не хотел, чтобы мой ребенок, чтобы мои дети все это видели. Закон, он и хороший, и одновременно плохой, он недоработанный. И то, что, скажем, Запад, там, не знаю, Америка хотят объявить бойкот Олимпиаде, ну, я думаю, это глупость, это какая-то ненависть неоправданная. И они все-таки гиперболизируют, преувеличивают значимость этого закона. Знаете, вот Россия, это такая интересная страна, где принимаются законы и потом не исполняются. Я думаю, беспокоиться не о чем. Ну, конечно, мне было бы неприятно, идя по улицам Москвы или там, скажем, в Сочи, и видеть двух здоровых мужиков, которые целуются в засос. Это меня бы расстроило.